Сухопутная связь между Республикой Армения и зоной проживания армянского населения в Карабахском экономическом районе Азербайджана является одним из наиболее очевидных тормозов на пути реинтеграции этого населения в азербайджанское общество. До появления ППП на Лачинге русском участке условной армяно-азербайджанской границы говорить о реинтеграции было трудно, так как бесконтрольное и свободное движение в обоих направлениях служило целям, говоря физическим языком, центробежной силы. Армяне не хотели даже думать о реинтеграции, так как дорога была открыта, по ней они свободно ездили, и их охранял РМК, который, как им все еще кажется, тут навсегда. Факторов, подталкивающих их к тому, чтобы начать задумываться о жизни в составе Азербайджана, было не так много, и их всех перебивал один этот контрфактор свободного движения Палачинской дороги под покровительством военных из Третьей страны. Открытие 23 апреля ППП Лачин, а затем еще и введение ограничительных мер после недавней армянской провокации в момент водружения азербайджанского флага, существенно ослабили ту самую сецессионную центробежную силу и стимулировали интеграционную, центростремительную силу. Именно это вызвало среди карабахских армян новый шок. Перспектива добровольной или не очень реинтеграции впервые вошла в общественную повестку армяно-населенной части Карабаха. О ней стали говорить, обсуждать. И неважно в каких тонах, как о чем-то ужасном и неприемлемом, или же напротив, как о чем-то таком, что можно хотя бы приватно между собой перемолоть где-нибудь на кухне или в беседке. Но главное, что об этом уже стали задумываться и обсуждать. Пример. Еще три месяца назад никто в Ханкинди даже слышать не хотел о ППП. В начале июня же они покорно стояли в очереди, протягивали паспорта и смотрели в камеру для фотографий. И не потому, что они сами хотели, а потому, что их к этому подвели. Мы, азербайджанцы, нашими ходами на шахматной доске, не оставляем никакого другого хода, кроме как того, который нужен нам. Таким образом, как показывает наш многолетний опыт, одни наши голые призывы не воздействуют на армянскую сторону, особенно когда под боком стоит РМК, за спиной которого можно показывать нам язык. Необходимы действия, подводящие их к тем ходам, которые служат нашим целям. Теперь назрели новые, еще более ослабляющие центробежные силы шаги, усиливающие центростремительное свыкание армянской стороны с неизбежностью реинтеграции. Что это за шаги? Первое. Любого дикого кота можно очень быстро приручить, если его загнать в квартиру и перекрыть все выходы. В первое время он не будет выходить из-под кровати, но голод заставит. Через какое-то время он, поедая корм, даст себя погладить, а вскоре и вовсе станет ручным. Свободное движение между Арменией и Карабахом – это тот самый путь к отступлению, та самая лазейка в заборе, по которой кот сбегает, так сказать, столоваться где-то на стороне и не дает себя приручить. Необходимо полностью закрыть это окно и оставить миску с кормом, вагдами. Условный голод заставит условного кота вылезти из-под условной кровати. Необходимо открыть вагдами оптовую товарно-продуктовую торговую базу, куда могли бы на своих газелях приезжать за всем необходимым представители армянского населения. Кто они? Не нам решать, пускай сами выбирают. На въезде в базу необходимо открыть отделение какого-нибудь банка, в котором оптовики из Карабаха могли бы менять доллары. Так вот, менять доллары на азербайджанские монаты по курсу, не отличающемуся от официального курса. Там же рядом можно открыть наливные резервуары с различными видами горючего, оптовую аптечную базу и так далее. На въезде можно также оставить что-то вроде книги-предложений, в которые армяноязычные посетители из Карабаха могли бы первое время писать, на какие виды товаров имеется спрос и что им хотелось бы видеть в продаже вагдами. Первое, очень короткое время, отпуск товаров можно производить в оптовом порядке и по наличной оплате. Второе. Следующим этапом могло бы стать открытие возможности для мелкооптовых и даже розничных закупок. Не всегда же оптовикам сюда приезжать и затем наживаться на перепродаже рядовым гражданам в Карабахе. Третье. Через какое-то время, зафиксировав привыкание посетителей к этому новому для них удобству, можно объявить, что с такого-то дня въезд на территорию Агдамского района возможен будет только автомобилем с азербайджанскими регистрационными номерами. Естественно, сперва будут недовольства. В Европарламенте и ПАСЕ последуют новые резолюции, Макрон что-то там прокукарекает в унисон с Бобом Менендесом и Каролайн Кокс, и даже Ереван вновь обратится в Международный суд с требованием о применении промежуточных мер. Но мы через все это проходили. Поплачут, поплачут и привыкнут. Другого-то пути нет. Дорога через Лачин закрыта. Вынуждены будут пройти и через эту стадию приручения. Захотят есть и иметь лекарства в аптеках, поменяют и номера своих автомобилей. Для этой цели в Агдамском районе можно будет открыть специальное отделение центра Асан. Одним из условий смены регистрационного номера на азербайджанский будет получение владельцам транспортного средства удостоверения личности гражданина Азербайджана. Четвертое. После пилотного Агдама похожие базы можно открыть в Гадруте, Шуше и Тертери. Пятое. На каком-то этапе можно будет попробовать дать самим армянским жителям Карабаха возможность реализовывать свою продукцию азербайджанской стороне. Для начала это могут быть какие-то мелкие закупки сезонных сельхозпродуктов. Да, дикому коту трудно представить, что его когда-нибудь будут гладить. Но обстоятельство вынудит свыкнуться с этим. Как вынудили тех, кто еще совсем недавно смиренно стоял в очереди и смотрел в камеру пограничников. Главное в этом деле – поэтапность, правильный выбор содержания каждого этапа и временного промежутка между ними. И в один день рядовые армяне утром проснутся и осознают, что они могут сесть и поехать за покупками в азербайджанские города Агдам, Гадрут, Шушу. То, что еще год назад казалось для них немыслимым. Редактор субтитров А.Семкин